На этой строительной площадке с утра до вечера кипит работа. Новое двухэтажное здание и территория к нему прилегающая начинают приобретать реальные очертания. Бок о бок с профессиональными строителями открытого акционерного общества Полесье Жилстрой на объекте работает и молодежь, активисты студенческого отряда БРСМ. Всего здесь трудится десяток молодых людей. Не случайно строительство автовокзала по решению Брестского облсполкома объявлено главной молодежной стройкой края. Брестский автовокзал является реально социально значимым объектом, который позволяет улучшить все транспортное сообщение в городе Бресте, соединяя действующий железнодорожный вокзал с будущим автовокзалом, что на самом деле дает серьезные условия и подспорья для вообще развития города Бреста. Сегодня под руководством опытных мастеров ребята занимаются укладкой тротуарной плитки. Александр Пстыга еще недавно работал на самой масштабной стройплощадке Беларуси атомной электростанции в Островце, а уже сегодня трудится над возведением Брестского автовокзала. Для всех бойцов студотряда это не только возможность заработать и набраться опыта, но и внести свой вклад в социально-экономическое развитие города и страны. Это работа, она закаляет. Нам нужно посвятить всю жизнь этому делу и нужно знать, что это такое. Заработная плата всегда достойная, к нам всегда относятся с уважением. Данный отряд носит имя «Знамя юности». Он сформирован на базе нашего технического университета. Ребята учатся на строительные специальности, и это очень хорошо, что они могут еще в свое учебное время получить еще дополнительный опыт в строительной профессии. У нас есть индивидуальные уже по усмотрению университета, есть индивидуальные планы. Они могут в первую смену работать, например, в вторую учиться, или просто они работают недельку, а в вторую неделю ходят на дополнительные занятия. Среди социально важных объектов, где еще трудится брестская молодежь, западный обход. Также в этом году активисты работали над возведением «Ясли сада номер 7». Не менее активно молодые люди проявляли свои силы в сельскохозяйственных и педагогических отрядах в период летней оздоровительной кампании.